Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают И как эту миграцию контролировать Нужно ее контролировать Об этом нам бы хотелось с вами поговорить Да, Екатерина, но первый вопрос, который мы хотели бы вам задать Как вы вообще относитесь к понятию креативных индустрий Это понятие в России стало использоваться совсем недавно В Великобритании чуть раньше В странах Европы тоже И как вам кажется, это понятие имеет право на существование, что мы объединяем разные отрасли, которые связаны с творческим продуктом, как дизайн, архитектура и так далее, во что-то единое кино И как вы относитесь к понятию креативного класса, который вел Ричард Флорида? Вообще мы правы, что мы считаем себя кем-то особенным Вы знаете, действительно много разных терминов возникает в единицу времени Люди пытаются какие-то элементы меняющейся реальности выхватить и обозначить Иногда эти термины живут долго, иногда меньше Иногда их смысл в процессе употребления меняется до противоположного Бывает часто, что какое-нибудь название, которое было обзывательством в тот момент, когда его придумывали, потом становится самоназванием Ну, наиболее распространенный пример всем известный – это импрессионисты Но, кстати, и суфражистки тоже было пренебрежительным термином, обозначавшим такие вот голосовательки Если бы называли представителей какого-нибудь общественного движения А потом люди сами себя так начинают называть Но бывает наоборот Бывает термин в процессе употребления начинает приобретать негативные коннотации Я вижу, как сейчас это происходит, например, с новой этикой То, что еще несколько лет назад подразумевалось под этим термином, сейчас изменилось И его употребляют те, кто, в общем, что называется, против происходящего Или какая-нибудь там политкорректность тоже, пожалуй, прожила эту же эволюцию Так вот, креативный класс немножко был несчастлив в своем узусе, в своем бытовании в языке Когда этот термин только появился, действительно, когда Ричард Флорида начал об этом писать Он имел в виду тот, в общем, теперь уже всем очевидный факт Что в постиндустриальной экономике самая развивающаяся сфера, которая начинает и приносить деньги, и требовать, и поглощать все больше и больше рабочих рук То есть создавать занятость Это экономика услуг А в услугах в этих довольно большой значительный процент Это всякого рода обобщенно понимаемый интертейнмент Всякие развлечения, которые люди друг другу предоставляют И вот, соответственно, те люди, которые придумывают, как заинтересовать потребителя Привлечь его к чему-то, что, может быть, он еще не знал вчера, что ему необходимо Вот они начинают составлять все более и более значительный процент занятых в городах Но потом, в особенности в российском контексте На употребление этого понятия наложились протесты 2011-2012 годов Когда предполагалось, что это вот этот самый креативный класс То есть какие-то не особо занятые и неадекватно хорошо оплачиваемые хипстеры Выражают недовольство тем порядком, против которого адекватный человек, понятно, возражать не может А только либо заевшийся, либо ненормальный И после этого, значит, креативный класс, опять же, как термин, стал несколько скомпрометирован Опять же, так бывает Судьба слов и выражений в языке, она драматична Книги имеют свою судьбу, как известно, но и слова имеют свою судьбу Так вот, если отстраниться от вот этих коннотаций политических, публицистических И, в общем, достаточно случайных То есть действительно вещи очевидные И это то, о чем я уже сказала Постиндустриальная экономика – это экономика потребления И это экономика сервиса и услуг Поэтому тот, кто придумает новую услугу, сделает ее более доступной И вообще ее каким-то образом сделает необходимой Тот, на самом деле, двигатель экономического развития, драйвер экономического роста В этом смысле слово креативный, понимаемое как творческий Оно, конечно, когда его применяешь к себе, звучит несколько самоуверенно Поэтому люди как-то стесняются это употреблять Это все равно, что сказать, вот мы интеллектуалы Мы люди интеллектуального труда Вроде бы правда, но действительно интеллектуального труда Читаем, пишем, рассказываем, преподаем И этим зарабатываем себе на хлеб Но можно это выговорить вообще? Ну, как-то стыдно такое выговаривать Вот и с этим самым креативным классом та же самая проблема Если сказать, что мы, или там они, неважно, работники сервисной сферы экономики Экономики обслуживания, экономики услуг, которые есть экономика коммуникации Потому что услуга – это общение Предоставление и получение услуги предполагают коммуникативный акт Собственно, именно по этой причине представители молодого поколения О котором мы с вами вроде как собираемся говорить Так высоко ценят и в себе, и в окружающих Именно коммуникативные навыки Не потому что они там трепаться любят, а работать не любят А потому что это и есть работа в новых экономических условиях Спасибо большое Я хотела бы, тем не менее, начать, перейти к нашей теме И сказать следующее Как бы не сложно было оперировать этим понятием Мне тоже креативный класс не совсем близок Но креативные индустрии, как сектор экономики Действительно занимают уже очень большую долю И если в России нет нормальных цифр То, например, в Германии По добавленной стоимости, которую производят именно вот эти люди Творческого труда, интеллектуального, как бы его ни называть Там дизайнеры, писатели, режиссеры и так далее Уже вышли на третье место по добавленной стоимости в экономике После автомобилестроения и машиностроения И это очень значимая индустрия И мой вопрос... Это при том, что Германия это промышленная страна на самом деле Да, да, да И, собственно, вопрос За это мы действительно находимся в тот период, когда большую часть ценности в экономике производят именно вот эти люди И они ресурсы, за которые города борются как внутри одной страны, так и между разными странами Что нужно сделать, по вашему мнению, чтобы город стал конкурентоспособным И важнее тут хард, я назову хардом, благоустройство, дороги, комфортная среда Или софт, что-то неосязаемое, какая-то атмосфера, бренд города, его репутация Что, по вашему мнению, здесь важнее или как соблюсти этот баланс? Смотрите, давайте сначала по базовым понятиям определимся Потому что миграция, вообще передвижение людей, сфера очень мифологизированная С одной стороны, это вроде бы то, в чем все участвуют и что у всех перед глазами Но, с другой стороны, вокруг этого много такого тумана ложных представлений Ну, во-первых, существует миграция внутри страны Существует эмиграция из страны и за ее пределы В условиях новой прозрачности и проницаемости границ Которые, конечно, пандемия немножко приостановила Но, поверьте, это не навеки А так вот, в этих условиях даже эмиграция перестала быть билетом в один конец И стала более, как это называется, маятником То есть люди вообще курсируют туда-сюда с довольно большой интенсивностью Этому много что способствует Этому способствует дешевизна перевозок Этому способствуют новые технологии, которые помогают преодолевать языковой борисы Этому способствует единое информационное пространство Разнообразные сервисы, которые делают поездки все более и более удобными Опять же, я понимаю, как это звучит издевательски прямо вот сейчас Когда даже к вам на покровку я не приехала А вот, видите, вещаю, безопасным образом вещаю из дома Но, еще раз повторю, не надо путать экстремальную ситуацию с социальной нормой Социальная норма ровно такова, что люди вообще подвижны И становятся все более и более подвижны И люди, и товары, и информация, и деньги Все становится в буквальном смысле ликвидным, то есть жидким, перетекаем Из всех категорий людей Молодые, разумеется, самые бомбильные Тоже по очевидным, объективно обусловленным причинам У них меньше связей, в смысле меньше привязанности к земле У них здоровье лучше Значит, они еще не успели наработать тот социальный капитал Которым они могут дорожить и который они могут бояться потерять Наоборот, они могут на заработки этого социального капитала куда-то устремляться Поэтому они больше передвигаются, чем люди постарше Чем старше возрастная категория, тем она менее подвижна Опять же, из этого не следует, что пожилые никуда не ездят Когда говоришь такие вещи, люди часто понимают, так сказать, абсолютизируют тенденцию То есть, когда им говоришь, молодые ездят больше, чем пожилые Они говорят, да как же, а вот у меня бабушка есть, она очень много ездит Это не противоречит тому, что я говорю Или, например, а вот другой мой родственник, ему 17 лет, он вообще никогда из дома не выходил Тем не менее, тенденция – это тенденция В пределах нашей страны самым массовым и устойчивым миграционным трендом Является перемещение людей из сельской местности в города Из малых городов в большие, из городов в мегаполисы И их агломерации, то есть окружающие их территории Это, еще раз повторю, массовый социальный процесс, самый массовый Мы в нем все участвуем, но при этом в таких вот словах довольно редко его формулируем Хотя это действительно великое переселение народа Это очень большая такая река людей, которые текут в эти центры притяжения И способствуют той концентрации, даже сверхконцентрации людских ресурсов Которые являются, в общем, российской спецификой во многом Мы городская страна, уже с 60-х годов прошлого века У нас городского населения больше, чем сельского И мы чемпионы Европы по количеству городов с населением выше 100 тысяч Ну, мы большая страна, поэтому и городов на этой территории Понятно, что разместится больше, чем, например, в Люксембурге Но в целом наши города большие, и они растут При том, что в целом у нас население не увеличивается, как все уже знают А по итогам 20-го года так и вовсе довольно сильно, к сожалению, уменьшится Но города наши растут, и растут они именно за счет миграционного притока Еще раз повторю, у нас с терминами плохо Поэтому, когда люди слышат слово «мигранты», они думают, что это приезжие откуда-то Когда мы говорим о миграции, мы говорим о внутренней миграции Так вот, значит, люди едут, молодые едут больше всех При этом люди больше говорят о своей готовности куда-то переехать В особенности за границу, чем пользуются этой возможностью Если мы посмотрим на результаты опросов, то разные цифры по Леваде, по ВЦИУМу Но, тем не менее, видно, что в категории 18-24 в возрастной страте До 53% суммарно говорят о том, что они хотели бы уехать за границу Время от времени публикуются результаты очередных такого рода опросов И вызывают следующую волну информационной паники Как же так, значит, у нас все хотят уехать При этом число людей, которые обладают загранпаспортом, например У нас с 2014 по 2016 год держался стабильно на уровне 28% всего от населения А к 2019 году их стало 30% То есть 70% граждан всех возрастов не имеют даже загранпаспорта Хотя, казалось бы, если вы лелеете планы куда-то уехать То первый логичный шаг – это обзавестись документом При том, что за последние годы сделать это стало все легче и легче Как мы с вами знаем, хотя не дешевле А дороже, но организационно достаточно легко Я думаю, что когда люди отвечают положительно на вопрос Хотели бы вы уехать Они скорее выражают свое отношение к окружающей реальности Чем говорят о каких-то своих планах прикладных То есть это ответ, подразумевающий отношения типа Да вот бросил бы я все и уехал бы далеко отсюда За этим стоит некое социальное недовольство Это важный фактор, в том числе политический Его надо учитывать Но это не конвертируется напрямую в сбор чемоданов Собственно, в отъезд Вот смотрите, давайте мы с вами посмотрим Хочу вам показать картиночку одну Надеюсь, что она сейчас у вас появится Надеюсь так же, что вы не увидите ничего Особенно ужасного Что видно у меня на экране Так, видно вам что-нибудь? Коллеги, слышите меня? Алло Видно ли меня и слышно ли? И видна ли картиночка? Таблица, которую я пытаюсь вам показать Так, нет Вас я при этом не слышу Но хорошо, буду рассчитывать на то, что вы все-таки видите этот самый мой слайд Так, демонстрация приостановлена Я хочу продолжить наоборот Так, извините, пожалуйста, но это, скажем так, оборотная сторона Удаленного присутствия Ты экономишь время на дорогу, но за это Ты За это ты почему-то Тратишь время на Вот эти вот все Типические истории Так, хорошо Значит, давайте попробуем все-таки Давайте попробуем рассказать словами Опять же, если Нет, не видно Не видно, нет Не видно Хорошо Значит, в таком случае будем Как это? Будем показывать на пальцах Все то, что я хотела вам показать В виде графика Итак Значит, то, что я пыталась вам продемонстрировать Это опрос, проведенный под эгидой фонда Эберта Как раз посвященный ценностям и поведенческим установкам поколения Z То есть молодых людей, людей, родившихся, начиная с 2000 года А так вот, там тоже очень высокий уровень желающих куда-то переехать И вот смотрите, чем объясняется, задали вопрос социологи Ваше желание уехать в другую страну На первом месте это стремление повысить уровень жизни Но на втором Желание пожить в другой культуре Если мы далее посмотрим Тут еще, значит, вот Желание пожить в другой культуре Видите? Причины недовольства тем местом, в котором люди, собственно, живут То там мы увидим Чего бы хотелось, людей спрашивают Чего бы вам хотелось Хотелось бы большего культурного разнообразия Вот тоже второй по популярности ответ Смотрите, в первую очередь, да И это, опять же, в ваших сервинах выражаясь явно, так сказать, hard Фактор – рабочие места Рабочие места Зачем люди едут в большие города Зачем люди едут в столицу Они едут за работой И второе стремление – это стремление найти более разнообразную Более диверсифицированную культурную среду В стремлении, очевидно, найти там место и для себя И найти себе там какое-то применение Которое, в свою очередь, и является рабочим местом То есть здесь и, так сказать, духовные стремления И материальные очень логично переплетаются Так вот, теперь все-таки Теперь все-таки тоже хочется понять А насколько вы меня слышите? Да? Потому что вот сейчас, если вы что-то говорите мне То нет, то я вас не слышу Остановить демонстрацию Так, слышно ли меня? Слышно, хорошо А почему я вас тогда не слышу? По какой такой причине? Так, что же могло у нас произойти? Потому что все-таки мне бы хотелось Вопросы ваши слышать Я, конечно, могу, так сказать, исходя из своих соображений Дальше развивать свою мысль Но все-таки мне нужны Мне нужен ваш звук Может быть, вы мне что-нибудь в чате напишите Или каким-то еще способом Можно поднимать картонки с надписями Это тоже вариант Потому что я слышала вас Прямо вот замечательно Вплоть до последних мгновений А потом это все куда-то, к сожалению, пропало Все, все, вот, вы появились Вы появились, теперь я вас слышу То есть это дело было не во мне Это не с моей стороны Нет Опять нет Технический сад Он сейчас со мной разговаривал Его было слышно Но и было слышно, когда вы подключились, видимо, по своему телефону А, вот так вот мы будем делать Понятно Хорошо, мы будем общаться Скажу как это, с сурдопереводом Практически Ну, хорошо Слушайте, было бы желание, а коммуникация Она наладится Что может сделать государство и каждый человек и частный бизнес, чтобы сделать города привлекательными Смотрите А тут, как во всяком такого рода вопросе, связанном с социальными процессами Важно отличать неизбежное, объективно обусловленное от того, что можно изменить Да? Как это в известной мудрости Помоги мне смириться с тем, что я не могу изменить Изменить то, что могу И отличить одно от другого Вот как отличить одно от другого Вот эта вот сверхконцентрация, о которой я упомянула И которая считается такой российской спецификой Это действительно объективно обусловленный процесс Если не возвращать институт прописки в его советском изводе И не ставить заградотряды на дорогах То люди будут съезжаться в Москву и в Петербург И в 15 других крупных российских городов Городов-миллионников, растущих городов И в их агломерации Это неизбежно Следует ли из этого, что все туда съедутся в результате А все остальные города и поселения вымрут и будут полностью безлюд Нет, не следует Что можно здесь изменить Для того, чтобы эта сверхконцентрация стала более, скажем так, естественной При том, что молодежь стремится в мегаполис И жизнь там не то чтобы очень комфортная Максимальный уровень счастья по опросам Демонстрируют жители городов от 500 тысяч и ниже То есть вокруг полумиллиона Это, видимо, наиболее человекосообразное поселение Надо сказать, что в рамках, так скажем, нового районирования И вот этой новой доместикации труда В условиях которой мы все оказались Большие города несколько, естественно, распадаются на районы Вот именно такого размера В которых существует более или менее своя жизнь Вот я упомянула термин Маятниковая миграция Вообще-то он обозначает регулярное передвижение внутри города Когда масса людей в одно и то же время едут на работу и с работы Вот этой маятниковой миграции становится несколько меньше Потому что больше людей работают из дома полностью или частично И они и обслуживаются в инфраструктуре в пределах своего района Так вот, как все же, что можно сделать для того, чтобы этот могучий людской поток Все-таки не как по трубе шел исключительно в Москву И в Петербург, и в Московскую, и в Ленинградскую область А чтобы доставалось еще и каким-то окрестным территориям Тут есть некоторый парадокс, довольно печальный Который узнали на своем примере за последние годы Более бедные страны Евросоюза Звучит он следующим образом Чем больше вы вкладываетесь в образование И вообще в образовательную инфраструктуру Тем больше вы стимулируете отъезд То есть, опять же, в терминах Евросоюза Если вы развиваете у себя образование Вы готовите кадры для Германии Вы выучили свою молодежь И она, отлично поблагодарив вас Уедет все равно в более богатую страну Где за эти приобретенные знания Она получит большее вознаграждение В России это тоже работает Хорошие региональные университеты Воспитывают кадры, которые потом поедут искать работу А в столице Следует ли из этого, что для того, чтобы держать людей у себя на родине Нужно перестать их учить грамоте Нет, не следует Во-первых, потому что это социально неприемлемо Во-вторых, потому что это все равно не поможет Но что тут нужно понимать? Нужно развивать образование? Конечно, нужно Нужно вкладываться в региональное образование Еще как Это не только помогает учить школьников и студентов Это еще и создает культурные центры И дает работу тем, кто в них будет трудиться То есть региональной интеллигенции Образованным людям Но надо понимать, что образованием не заканчивается Жизнь и путь человека Более того, для большинства людей Которые не идут потом в науку Образование является не целью, а средством Средством для чего? Средством для приобретения работы Поэтому, конечно Опять же, прошу прощения, что я не могу вам никакого Прекрасного рецепта сказать Типа, давайте развесим везде Какие-нибудь красивые граффити Нарисуем на всех стенах И люди у нас останутся жить Нет Конечно, базовое обстоятельство Это наличие рабочих мест Причем наличие рабочих мест Еще раз повторю, достаточно разнообразно В этом отношении, конечно, вот эта новая сервисная экономика Это такой непрерывно Непрерывно бьющий, животворящий источник Она создает такого рода типы занятостей Такого рода занятия Оплачиваемые, которые раньше вообще Никому в голову не приходилось считать Настоящей работой А теперь все понимают, что там какой-нибудь дизайнер интерьеров Для компьютерной игры Это вполне хорошее перспективное занятие Что эти люди будут получать только больше Еще одно обстоятельство Которое обращает на себя внимание в соцопросах И которое может содержать ответ на ваш вопрос Как сделать города привлекательными Я прошу прощения Я боюсь уже переключать на какие-то свои слайды Потому что в прошлый раз из-за этого сломался звук Я не знаю, что сломается в этот раз Поэтому опять же буду пересказать своими словами Вот в том опросе в ЦИОМа, который я упоминала И который спрашивал как раз вот этот уже свеженький опрос 20-го года О миграционных настроениях Сколько людей куда хотят уехать В какую возрастную категорию Эти настроения ярче выражены Так вот, спрашивают о причинах Там нет разбития на разделение на возраста Просто у всех людей, всех респондентов Спрашивают, почему-то если вы хотите уехать Оттуда, где вы живете, то по какая причина Первая причина – это, разумеется, уровень жизни Хочу уехать в поисках, так сказать, лучшей доли В смысле материали А дальше идет сразу несколько причин Которые все Вот второе, третье, четвертое и пятое место Которые я бы назвала политическими Просто сформулированными в разных терминах Люди отвечают Хочу уехать, потому что не ощущаю безопасности Чувствую свою беззащитность Хочу уехать, потому что не вижу перспектив развития Хочу уехать, потому что меня не устраивают порядки Ну, собственно, вот впрямо сформулированная политическая причина Не нравится власти, не нравится то, что они делают От этого хочу уехать То есть люди, которые чувствуют себя бесправными, уязвимыми Перед какой-то вот такой неотзывчивой властью Которая их не слушает, с ними не разговаривает И не обращает на них внимания Да, они будут думать о том, чтобы уезжать При этом вот это фактор довольно субъективный При том, что кажется, что очень объективный Если вас побил полицейский, то это объективная реальность Ничего объективнее быть не может Но люди ориентируются на то, что произошло с их знакомыми На то, о чем они прочитали На некую стилистику общения Между, так сказать, привилегированными и непривилегированными Слоями в том месте, где они живут Поэтому здесь, как ни странно, добрым словом и отсутствием пистолета Можно сделать больше, чем иногда значительными инвестициями Если вы имеете отношение к, скажем так, управлению К делам управления, там, где вы живете Смените стиль на более человеческий Коммуницируйте с людьми Так, как люди привыкли, что с ними коммуницируют в интернете Новое поколение потребителей, оно же новое поколение работников Оно выросло уже в онлайн-среде А там, знаете ли, принято спрашивать мнение Предоставлять выбор Кастомизировать то, что ты выбираешь именно под тебя Предоставлять тебе большое разнообразие Быстро реагировать А не в течение 30 рабочих дней И люди, выходя из онлайна в оффлайн Вообще не понимают, почему до такой степени и иначе С ними там общаются Может быть, их представление о том, что если они куда-нибудь уедут То там это будет по-другому Это иллюзия, но под влиянием этой иллюзии Они вполне могут и уехать Вы нас слышите? О, я вас слышу! Боже мой, подчинился звук! Это фантастика! У меня вопрос Мы обсудили миграцию Из малых городов Москву Нет, выключен Из малых городов Москву Чувствуется, что Россия не сильно заинтересована В квалифицированных экспатах Ну, что мало условий для того, чтобы умы заграничные приезжали в Россию И создавали здесь компании, рабочие места и все остальное Ну, грубо говоря, уехать просто, а приехать в Россию сложно Это правда так? И хорошо ли это? Ну, я вам должна на это сказать, что многие люди и возвращаются И более того, что вообще важно понимать, анализируя современные миграционные процессы Это важно понимать их, так сказать, неокончательность Мы по-прежнему при слове «иммиграция» представляем себе подсознательно Что-то такое из 70-х годов прошлого века Когда люди уезжали навсегда И знали, что они там даже на, так сказать, на родимую могилку Никогда уже не попадут Сейчас вообще оформлять эти свои жизненные решения Каким-то торжественной декларацией политической и гражданской позиции В общем, немного глупо Ну, если вы напрямую подвергаетесь политическим преследованиям То да, приходится А если вы поехали, потому что вам кажется, что там будет у ребенка лучше школа То сейчас вы поехали, а дальше вы приедете обратно Из каких-то других соображений Люди, еще раз повторю, довольно легко передвигаются за пределами пандемической угрозы Поэтому русские экспаты, люди, которые из России уехали и потом вернулись обратно Они вполне существуют И когда, скажем так, им покажется Когда в информационном пространстве создаться такое впечатление Осторожно скажу, что политическая ситуация Как-то смягчилась, скажем так Они приедут в больших количествах Понимаете, в чем дело? Главная потеря, которая настигает человека Когда он переезжает с одного места, с привычного места на новое Это касается и миграции за пределы страны И переезда из родного города в неродной Это потеря социального статуса У себя ты был кем-то У тебя была сеть социальных связей, которая тебя поддерживала, которая тебе помогала У тебя был некий наработанный социальный капитал Переезжая, ты его, если не обнуляешь Все-таки в нынешних условиях, когда твой социальный капитал во многом тоже находится в онлайне Ты можешь перевести его с собой в кармане Дантон, как известно, говорил Родину нельзя увезти на подошвах своих башмаков Но много чего можно увезти в кармане в своем смартфоне Если не всю родину, то в значительной степени свое социальное окружение Но все же твой социальный капитал, если не обнуляется То очень сильно сокращается Подвергается огромной инфляции А при переезде в другую страну Ты вообще становишься очень сильно социально депривированным Ты можешь это преодолеть Мы все знаем эти прекрасные истории про иммигрантов, которые приехали Там, опять же, работали в порту игрушечками А потом, глядишь, стали миллионером Ну, собственно, Америка построена на таких историях Но, тем не менее, иммигрант – это, в общем, человек социально ущербный Еще раз повторю, он это преодолеет, может быть А может быть, не преодолеет А может быть, только дети его смогут это сделать То есть это такой большой социальный убыток Поэтому то, что людей удерживает от отъезда Это во многом боязнь потерять этот самый социальный статус И то, что людей будет стимулировать вернуться Это ощущение, что вот я приеду И тут я буду, скажем так, более значимым человеком У меня будет больше влияния Я смогу на большее число процессов повлиять Я смогу то, что называется make a difference В большей степени, чем там, где я вот сейчас сижу Куда я в свое время уехал Поэтому вообще, если говорить о побудительных мотивах Которые людей заставляют укореняться Там, где они живут Это ощущение, что они здесь в состоянии сделать что-то полезное Не надо преуменьшать вот эту самую социальную, альтруистическую составляющую В человеческих мотивах Да, конечно, человек скорее скажет Особенно в нашей культуре, когда альтруистические мотивы Декларировать кажется как-то так же стыдно Как, опять же, назвать себя креативным классом И работником интеллектуального труда Поэтому человек скажет Я поеду туда, где мне заплатят больше Но на самом деле А если он будет ощущать Что вот он тут что-то делает И от этого становится лучше То от этого люди не уезжают Наоборот, они за этим едут Туда, где можно что-то сделать Что имеет импект Что имеет влияние на окружающую реальность Видеть, как из-за тебя Что-то меняется к лучшему Видеть, как твои замыслы воплощаются в жизнь Это дороже денег И это то, от чего люди не отказываются А то, к чему они стремятся Вы сейчас ответили про россиян Которые уехали И вот под вопросом вернутся ли А теперь давайте представим Что я мальчик из Индии Который классный айтишник И я Россию не выберу для переезда Чтобы прикладывать там свой вид деятельности Потому что дорогая виза Сложные условия И почему в Россию В общем, я о том, что Есть ли движение в том, чтобы втягивать Не только россиян обратно А еще квалифицированных специалистов Иностранцев Вообще Россия страна, которая является Центром притяжения для иностранных работников Скажем так Мы страна, которая скорее привлекает Рабочую силу, чем экспортирует ее У нас не такая ситуация Как в многих других странах Бывшего Советского Союза В которых люди довольно массово Уезжают на работу Ну, например, в Европейские Союзи Еще раз Это факт, что называется безоценочный Это просто объективные цифры Россияне мигрируют внутри России В гораздо несравнимо больших объемах Чем они уезжают за границу На это обычно говорят На сто за границу уезжают самые лучшие Самые квалифицированные Самые творческие Но это не объективно измеряемый параметр Каждому кажется, что самые лучшие Самые творческие Это он и его знакомые Которые уехали или собираются А все остальные, которые тут сидят Он, может, их бы с удовольствием отправил бы В коробки почты Куда-нибудь, но они никуда уезжать Почему-то не собираются Поэтому в такими терминами Мы оперировать не будем Мы просто скажем, что в России Люди приезжают работать Опять На это обычно говорят Приезжают строительные рабочие А нам-то надо Понимаете ли Выдающихся и творческих людей Значит, выдающиеся и творческие люди Приезжают туда, где находят себе применение Совершенно так же, скажу вам по секрету Как и строительные рабочие Тут мотивация Очень-очень схожая Поэтому никаких особенных секретов нет Творческие люди По-иному представляют себе Ту среду, в которой они могут быть применены Опять же, возвращаясь к молодежи Но когда мы спрашиваем молодых респондентов Об их потребностях Об их ценностях Что вообще Что важно Что нужно То первые два места У нас будут занимать Следующие Там, может быть, одно Эти места могут меняться Но вот главные Главные слова Которые мы от людей слышим Это безопасность Туда входит, кстати И чувство собственного достоинства Свобода от, так сказать Защита от унизительного обращения И второе Самореализация и развитие То есть молодые хотят Чтобы их не обижали И не отнимали заработанное Не били по морде в общественных местах Не рассказывали, как жить Вообще они не хотят подвергаться Жестокому, унижающему обращению Надо же, какие удивительные люди И второе Они хотят иметь возможность для развития Это слово Это прямо вот шабалет Молодых поколений Мы его во всех опросах И на фокус-группах Мы его слышим Чего ждут от образования Возможности для развития Чего хотят в дальнейшей жизни Хотят развиваться Как-то прогрессировать Чего боятся Боятся, что жизнь будет скучной Однообразной И будет деградация А не развитие Может быть, это во многом Сформированный рекламой И массовой культурой Дискурс, в рамках которого Нельзя просто съесть печеньку А надо, чтобы она тебя еще улучшала Снаружи и изнутри А также, чтобы производитель Этой печеньки Жертвовал какой-то процент Своих заработков На насаждение тех пальм Которые он только что срубил Ради пальмового масла Вошедшего в состав этого печенья Как бы то ни было Откуда бы ни пришли Эти представления Они в головах У молодых людей есть Поэтому, если они видят Или им кажется, что они видят Что в том или ином месте Есть вот такие условия Экономические и политические Опять же Вот эту самую безопасность Я считаю политическим фактором Поскольку я политолог Я примерно все считаю Политическим фактором Но это уж очевидно Скажем так По моей части А то, что я говорила Об ином типе коммуникаций Это тоже входит Для молодых людей В композитное понятие безопасности То есть, что им не будут Их будут слушать Им будут отвечать на их вопросы К ним будут прислушиваться Их не будут обвинять В ответ на вопрос Или в ответ на претензию Это тоже все Вот эта самая безопасность Которая, завершая Собственно, свою нехитрую мысль Является одним из определяющих факторов Когда люди решают Двигаться им Оставаться им на месте Ехать Если ехать, то куда Екатерина, я хотела бы вернуться К миграции внутри России Вы сказали, что у нас Как раз зашкаливает Отъезд молодых людей В крупные города Насколько Немного может быть провокационный вопрос Особенно в нашей компании здесь Где очень много Молодых людей из регионов Которые пытаются как раз Создавать в своих городах Возможности для молодых людей Создают творческие пространства Коворкинги, какие-то образовательные программы Так вот Стоит ли вообще им этим заниматься? Почему я это спрашиваю? Потому что Я недавно слушала интервью Натальи Зубаревич Где она сказала Ну что вы хотите Россия такая большая Что здесь просто такие расстояния Что мы не можем Собственно, остановить этот процесс Что люди уезжают Стягиваются как раз В крупные города Это не Италия Где плотность населения такая Что из маленького города Ты сразу можешь попасть в большой И вернуться обратно И тебя это не смущает Потому что все возможности В получасе езды Так вот Может быть нам просто нужно Смириться с тем Что мы Я надеюсь, что Екатерина нас слышит Смириться с тем Что мы станем Страной городов-миллионников С пустыми пространствами Между этими городами И уже усиливать Наши города-миллионники Опять же, давайте отделим Неизбежное от модифицируемого Ту часть, которая является Объективно обусловленной И, так сказать, против нее Идти глупо А какая часть все-таки Подлежит модификации При помощи управленческих решений Я помню Теперь уже, наверное, в 2018 году На общероссийском гражданском форуме Была публичная дискуссия Между Алексеем Кудрином И Сергеем Собяниным Вот как раз ровно на эту тему Вот люди съезжаются Все в крупные города В особенности в Москву Посредине, значит, пустота И плохие дороги Вот с этим что-то делать Или так и оставить? Мэр Москвы говорил, что это неизбежно Давайте примем это как, так сказать, благо Да, вот все съедутся в города Давайте считать это точками роста И, так сказать, из этого исходить В своих политических стратегиях А Алексей Кудрин говорил, что Не, ну как же, страна-то пустая останется А границы кто будет охранять? А вот вообще зачем же нам столько территории? Мы же ее должны держать как-то Поэтому надо все-таки людей стимулировать К тому, чтобы они более ровно Размазывались по поверхности Как обычно, правы оба И действительно Советская власть и до нее Российская империя Растеляла людей в такие места Где люди добровольно жить не будут Наличие городов за полярным кругом Это, конечно, предмет для большой гордости Но сказать, что это очень естественное явление Нельзя Если мы посмотрим на страну Очень схожую с нами По, скажем так, соотношению Территорий и населения И по климатическим условиям на Канаду То мы увидим, что люди концентрируются Вдоль границы Соединенными Штатами Южной границы И по двум побережьям Западному и Восточному В нашем случае это выглядит следующим образом Люди концентрируются К западу от Урала В городах и городских агломерациях Также на аграрном юге Побережье Черного моря И вокруг Это вот наши, так сказать, жительницы России Краснотарский край, Ставропольский Ростовская область Волгоградская область Вот эти вот места И плюс республики Северного Кавказа И дальше это такие точечные, скажем так, поселения За Уралом и на Дальнем Востоке Там есть свои центры силы Это промышленные и университетские города Сибири Но в целом, конечно, там довольно пусто Опять же, без административного запрета Людям перемещаться Этот процесс не остановить Но он не обязан быть линейным В том смысле, что он не обязан продолжаться до той поры Пока вся Россия не съедется в Москву Тем более, что это вообще не произойдет Поэтому, что здесь можно посоветовать? Не действовать запретами Смириться с тем, что у нас будут, так сказать, города-призраки Из которых люди уедут И, может быть, нужно им помогать в этом Если они уедут оттуда, где вообще человеку жить не свойственно Не считать это каким-то признаком конца света А вообще, давайте вспомним, что в Америке Где мобильность населения – это один из толпов национальной идентичности Где люди ездят, перемещаются очень легко Там эти самые города-призраки возникают А потом опять населяются людьми Детройт какой-нибудь Помните все эти выразительные фотографии? Деревьев, растущих в заброшенных кинозалах Какие-то целые кварталы домов, из которых все уехали Ржавый пояс Помните, Rusty Belt был такой термин Ну и что? Началась у них реиндустриализация И тот, кто был умный, искупил эти руины Пока они продавались даром Теперь на них отлично делает деньги Появились рабочие места Люди вернулись Люди едут за работой А не за какими-то другими, так сказать, загадочными благами Поэтому здесь, конечно, экономическая составляющая Чрезвычайно будет мощной Но все-таки вот эта самая наша городская природа Которая уже несколько десятков лет Характеризует наш с вами образ жизни Она, разумеется, никуда не денется Кстати, из этого не следует, что сельское хозяйство Как-то особенно вымирает Сельское хозяйство как отрасль Отлично себя чувствует А будет себя чувствовать еще лучше Поскольку мы ждем, так сказать, вторую зеленую революцию Или она даже уже происходит Которая сделает сельское хозяйство еще более производительным И там тоже будут новые рабочие места Но уже не, так сказать, на почве крестьянского труда А на почве управления теми машинами Теми механизмами Теми системами Которые будут вот это сверхточное сельское хозяйство Собственно говоря, вести И следить за этой каждой семечкой, которая будет посажена в нужное ей место И над ним будет маленький дрон Кто-то должен будет пасти эти стада дронов Вот это будут тоже новые рабочие места Которые явно не будут относиться к сфере физического труда Получается, есть некоторые города Которые, когда спрашиваешь у людей Будете ли вы здесь жить Они все говорят Ну я здесь временно А получается, вы говорите Что нужно признать некоторым городам Свою временность Что люди здесь ненадолго И делать проекты Которые максимально эффективны В этот короткий срок Для человека, который здесь ненадолго Я поясню чуть-чуть У нас есть участники Из Хантамансийского автономного округа И как раз вот этот вопрос Они нам задали Мы выходим с нашими какими-то идеями Проектами инфраструктурными Инфраструктурными К нашим людям Они все говорят Ну мы здесь ненадолго Поэтому мы даже не знаем Как нам в это ввязываться Ну опять же Я не имела в виду никого конкретно У меня не хватит духу Показать пальцем на какой-то вбор Вас опять не слышно? Секундочку Ой, да, так Я вас слышу как раз Так, а вы меня? Да Нет? Есть, есть Слышите? Есть, все, прекрасно Так вот, я хочу сделать дисклеймер Я не имела в виду никого конкретно У меня не хватит духу показать на какой-то город И сказать, как злая фея, которую пригласили на Кристины А вот ты уколешь палец веретеном и умрешь Значит, нет Я специально привела пример с Детройтом Города умирают, города возрождаются Так называемые города-призраки Отлично потом оживают Но действительно Вспоминая второй приведенный мной пример с Канадой Там на тех широтах, на которых у нас стоят, так сказать, города капитального строительства Там, в общем, такие вахтовые поселки В которые люди приезжают там работать на своей нефтебуровой И потом уехать все-таки в какие-то места более климатические благополучные Смотрите, когда люди говорят, мы здесь временно Это с точки зрения социальной плохо А почему? Потому что социальный гражданский мир И вообще все социальные добродетели Они основаны на так называемых долгих связях На повторяющихся взаимодействиях Где места самых, так сказать, частых преступлений Там, где люди проездом На вокзалах на каких-нибудь Почему там всегда гнездится какая-то социальная дрянь Потому что все знают, что они тут проехали Больше не вернутся, этих людей никогда не увидят Это побуждает к асоциальному поведению Когда человек знает, что тут жили его родители Он тут живет, все его тут знают И детей его будут знать Вот тут у него социальные ограничители Начинают работать Поэтому такого рода временность Она, конечно, не очень хороша Там, где люди чувствуют, что они здесь не задержатся Они будут вести себя хуже Чем они вели бы себя, те же самые люди В более стабильной ситуации Поэтому что тут можно посоветовать? Ну, во-первых, как это иметь в виду Что нет ничего более постоянного, чем временное Поэтому те люди, которые говорят А, я тут так только на краешек присел Они тут еще проживут ближайшие 20 лет И не заметят, как они пролетели Поэтому не стоит этому абсолютно верить Но само это общественное настроение плохое Вот это настроение временности Еще раз повторю Это такая истинно известная социологам И когда вот это объясняют Что, конечно, все это понимают Это просто Но это редко в таком виде формулируется Поэтому просто помните это И в своих индивидуальных стратегиях И в, скажем так, стратегиях коллективных Лучше предполагать Что вот как вы сейчас живете Так вы приблизительно жить и будете И поэтому подумайте не о том Что скоро это все почему-то изменится Вы уедете Или вокзал уедет Или чемодан уедет А думайте, что вы можете сделать Для того, чтобы вот то место, в котором вы пребываете Оно, скажем так, вам больше подходило Оно было лучше с вашим участием Чем до вашего появления Давайте, спасибо Давайте поговорим про культуру и политику И я как архитектор вижу такой интересный факт В советское время культура спускалась из одного кабинета Условно И это дало конструктивизм Это единственное, что вообще в мировой архитектуре Россия что-то дала мировой архитектуре Реконструктивизм Так вышло Насколько нормально, когда государство Монополизирует культурные, креативные В общем, индустрии Это эффективно такой подход Монополизация культуры Знаете, мне ловко вас поправлять В вашей же профессиональной сфере Но конструктивизм Да Опять беда? Да-да-да Слышно? Плохо слышно Плохо слышно Но все-таки слышно Слышу я, потому что я подключился еще с вами Вот вам-то я сейчас все это и расскажу Секундочку Эту останется между нами Все Так, теперь все-таки слышно всем остальным тоже Нет, просто всем смешно Так, понятно Хорошо, это не тот эффект, которого мы добивались Точно Но пусть будет хоть так Так, так все-таки Сейчас слышно или сейчас не слышно? Что я скажу? Я вас слышу теперь Я вас как раз слышу прекрасно Мы решили вопрос Так Нет, это плохая идея Секундочку А почему до этого было так все хорошо? Это было временно Это было временно Так, так все-таки Может быть сейчас меня слышно? Или не слышно? Так, да, понятно Тут уже какие-то Какие-то все-таки подручные средства Употребляются Для того, чтобы хоть как-то обеспечить Это самое вещание Спикера Надо было приезжать мне к вам все-таки Да Мы выезжаем Ну сидели бы в маске Ну что теперь? Ну в защитном костюме Но зато было бы слышно По-человечески Да, давайте продолжим так Так, ну что? Так, все-таки продолжим Все-таки предполагаем, что Кто-то ухитрится что-то услышать Хорошо Потому что вопрос-то важный И мысль, которую я собираюсь вам рассказать Она мне тоже дорога Так вот Мне не совсем ловко Так сказать Противоречить вам В вашей профессиональной сфере Но конструктивизм Был плодом того этапа В развитии российской культуры Который совершенно не характеризовался Государственной монополизацией Это революционное искусство Это искусство 20-х годов Был период, когда Россия была на первом месте Абсолютно во всех видах искусства В живописи, в музыке В балете В фотографии В кинематографе И в архитектуре Этот период называется авангард Такого не было ни до этого, ни после И вот государство тогда Когда формировались и развивались эти течения Совершенно не присутствовало Его вообще не было Одно погибло, другое только формировалось Когда государство взялось за культуру всерьез Появился стиль, который называется сталинским ампиром Классицизм советский У него тоже много поклонников Многие любят его Особенно те, которые в соответствующих домах живут Мы наслушались этого добра Во время кампании переновации в Москве О том, насколько сталинские дома лучше всех остальных Но это никак нельзя назвать передним краем архитектурной мысли Никто больше не ориентировался на эти замечательные образцы Даже Муссолини, когда перестраивал Рим В соответствии с своими представлениями о фашистском рае Он тоже смотрел, знаете ли, не на советские проспекты А на другие архитектурные примеры Так вот, государство что может сделать для культуры? Государство может основать и поддерживать культурные институции Как то Академии наук, Академии художеств, музеи И исследовательские институты Которые занимаются тем, что априори не приносят денег Но даже и в этом на современном этапе начинает, так сказать, стрещина идти По этой, казалось бы, устойчивой стене Потому что эта самая креативная индустрия Которой посвящено вашему мероприятию Начинает деньги-то приносить И на самом деле приносит Поэтому уже не нужен до такой степени Этот государственный спонсор Который будет содержать всяких странных людей Занимающихся несъедобным Теперь и без того охотников-то набежит давать деньги Правильно? Если что, и YouTube заплатит Тем, кто расскажет что-нибудь, что людям интересно Но, тем не менее, все равно будут направления И научных исследований, и культурных практик И дорогостоящие, и при этом труднопродаваемые Вот государство должно кормить этих людей Кроме того, оно должно содержать музеи Которые тоже стали отлично зарабатывать Как на грех в последнее время Но все равно надо их содержать Потому что они, наверное, тратят больше, чем они зарабатывают Вот что может сделать государство Первое Второе Государство может установить и должно установить Законодательную рамку В которой, с одной стороны, творца не обижают люди Склонные к обидчивости по разным причинам И не приходят на выставку с топором А с другой стороны, скажем так Существует некая защита гражданина От посягательств на его культурные ценности И на его представление о прекрасном и о правильном То есть государство устанавливает нормы И следит за их соблюдением Значит, оно инициирует закон И потом требует, чтобы их все соблюдали Соответственно, граждане участвуют в законодательном процессе Через своих представителей, которых они избирают в Фарламе Вот, так сказать, здоровая ситуация В которой государство является благодетелем для культурной сферы Период, в котором просвещенный монарх Являлся покровителем искусств И от его личного вкуса зависело Будет ли у вас там золотой век Августа, Людовик XIV или Екатерина II Или вам достанется монарх Который увлекается только этими самыми шагистикой Одной и парадами И все ваши искусства будут в загоне Эти времена прошли Общество стало разнообразнее и богаче Еще раз повторю, спонсоров и покупателей И вообще потребителей Вот этой вот сферы творческого труда Их много Поэтому от государства требуется не таких особенных вложений Еще раз повторю Содержать тех, кто сам себя прокормить не может Но при этом необходим для поддержания этой культурной среды Потому что целый ряд форм искусства Могут восприниматься как устаревшие Тяжеловесные и никому не нужные Но при этом нельзя там каждые 10 лет Сжигать все картины в музее и вешать новые Старые тоже надо все-таки хранить И пускать к ним людей, которые захотят на это все дело полюбоваться И оперные театры тоже нужны Даже если в них не так много уходит народ Но все равно нельзя, чтобы они все позакрывались Они, правда, и не позакрываются Потому что все равно есть охотники Слушать эту самую оперу Так вот, поддержание рыночно неэффективного И установка внятных правил Которые, с одной стороны, обеспечивают Некоторую степень общественной безопасности С другой стороны, не ограничивают Творческий поиск Так, чтобы он совсем Ну, грубо говоря, не делят искусство на Дегенеративное и прогрессивное И не обижают Первое, поддерживая только второе Чем это закончилось для германского искусства Мы все, в общем, очень хорошо помним А вот у них тоже ведь был Такой прекрасный цветущий период А потом все это накрылось И в том числе и в науке, и в искусстве А она перестала быть ведущей страной континента Все уехали в Америку И развивали эти сферы там Это, в общем, довольно печально Спасибо большое У нас остается буквально пять минут И мы хотели бы дать возможность Нашим зрителям в зале Задать вопрос один или два Есть ли вопросы? Я вижу вот руку Дайте, пожалуйста, девушке микрофон А мне можно показать зал? Да, мы сейчас позовем Нашего спикера на сцену Прямо сюда Вот, можете встать Можете сесть Как хорошо вам У меня работает микрофон? Да, побудьте соведущей Да, я вас слышу Здравствуйте Здравствуйте, Екатерина Михайловна Я студентка Ранхиггса Юля Демьянова И я хотела бы узнать Вот вы говорили про миграцию Из малых городов в крупные А есть ли миграция обратная? Может, она есть в России Или в других странах? Я думала, вы хотите спросить Про расписание В какой аудитории Будет следующее занятие? Но нет По счастью Смотрите, вопрос очень хороший Обратная миграция существует То есть передвижение людей Из больших городов В меньшие И даже в сельскую местность Численная Несравнима С этим основным потоком Но, тем не менее Совсем не замечать Этого процесса нельзя Это не только происходит в России Это происходит и везде Где есть крупные города Например, если мы посмотрим данные По американским большим городам Таких вот с агломерациями Как то Нью-Йорк, Сан-Франциско, Филадельфия Лос-Анджелес То мы увидим Прирост населения За счет миграции А собственное население Опять же в меньших количествах Но, тем не менее Уезжает Еще раз повторю Потому что это важно Приезжающих гораздо больше, чем уезжающих Но это разные категории Приезжают молодые и бедные Уезжают более старшие И побогаче У нас это тоже происходит Мы видели Как этот процесс был ускорен Усилен Конечно же, пандемией Цифры грубые Те, которые я сейчас назову И не то, чтобы очень подтвержденные Но, тем не менее В самом общем виде Социологи нам говорили Что за первые полгода 2020-го из Москвы Уехало 3 миллиона человек А вернулось 2 Понимаете, да? То есть у нас миллион где-то потерялся Где он потерялся? Он, видимо, осел в Подмосковье Либо в меньших городах Ну, скажем так Центральной России Типа Калуги, Тулы, Ярославля В которых можно жить Если ты, например, работаешь удаленно Или уже вообще не работаешь Если ты не привязан к школе для детей То люди там будут жить У которых, например, можно Они могут сдавать квартиру в городе А на эти деньги жить там где-то Где, опять же, зеленее, тише, безопаснее Как им кажется Хотя нет С точки зрения преступности Москва Наиболее безопасный город В России, в сельской местности Преступность выше Но это, опять же Про это даже грустно людям рассказывать Потому что это их очень огорчит Они себе представляют Такие идиллические сельские местности И вот эти чудные маленькие городки Где все друг друга знают Знают, знают, да глядишь И поубивают Так вот Значит, что здесь на самом деле интересно В России этот процесс был бы, может быть Более быстрым Более массовым Потому что, ну, очень тесно мы все-таки живем И крупные города Не сильно комфортны для жизни Кроме как для совсем молодых людей Без семьи Но замедляют тут два фактора Семьи боятся уехать Потому что не будет нормальной школы для детей Пожилые боятся уехать Потому что не будет нормального здравоохранения Что-то с тобой случится Повезут тебя в районный фельдшерский пункт Который закрыли К тому же в рамках оптимизации Вот если Вот эти два Эти две обеспокоенности Как-то снизятся Если не исчезнут Они не исчезнут Конечно, образование концентрируется в столице Конечно, высококачественная медицинская помощь Тоже концентрируется там, где денег больше И где, собственно, живут люди В больших количествах Но, тем не менее Если это не будет такой пропастью Именно в качестве жизни В качестве доступных услуг Даже вот, пожалуй, какие ключевые слова А между Москвой и не Москвой Между Петербургом и не Петербургом То люди у нас вполне могут начать Немножко расползаться из городов Вот, кстати, одна из таких Тоже невидимых Но довольно мощных Скажем так Трещин В социальном благополучии Это разрыв между тем Где люди хотели бы жить С точки зрения типа жилья И тем, где они живут на самом деле У нас по опросам Больше 60% говорят Что хотели бы жить в доме А живут в квартирах У нас, по-моему, больше 70% То есть вот эта вот Нереализованная пока русская мечта О собственном доме Это большой социальный драйвер Он стоит за тем Как застраиваются наши пригороды За вот этой великой русской стройкой Которая есть основное занятие наших сограждан Последних 20 лет Ремонт и строительство Строительство и ремонт На это люди работают Ради этого они, в общем Может быть, прилагают все те усилия Которые они прилагают Тут тоже по социальной пирамиде Понятно, как все раскладывается Бедный хочет там хотя бы обои поклеить Богатый хочет купить дом в Испании Но Понятно, что все вот как-то Очень сильно сконцентрированы На этом вопросе Который у нас по привычке Называется квартирным На самом деле он уже давно не квартирный Но Вот эта нереализованная мечта Она будет людей толкать к тому Чтобы когда появится возможность Когда им не будет казаться Что это так страшно сделать Оторваться вот от города Они будут пытаться Как-то обустроить себе Вот такую жизнь в городах поменьше Или вообще в пригородах Немножко смягчают эту фрустрацию Из-за отсутствия дома Это, конечно, дача Тоже великое наследие советской власти И то, что Симон Кордонский Называл распределенным образом жизни Когда у людей несколько точек В которых они живут Вот есть вот квартира-дача И между ними они нам перемещают Своё имущество И распределяют своё время Спасибо большое Спасибо Давайте ещё вопросик Да, нет, Екатерина У нас время вышло Есть ли у вас ещё пара минут Для пары вопросов? Ну, слушайте Раз уж я с вами сижу К тому же у нас некоторое время Было потеряно на эти абсурдные переговоры Слышно? Не слышно? Ась, кто здесь? Где эти люди? Я вас не вижу Мы его теряем Вот это вот всё Поэтому мы теперь должны По-моему, аудитории Всё-таки дополнительный вопрос Идёт следующий вопрос К нам на сцену Вопрос креативный Здравствуйте Меня зовут Николай Я из города Мурманск Который очень сильно пострадал от депопуляции За последние 30 лет Население сократилось практически в два раза И у меня вопрос Есть ли какие-то социокультурные инструменты Кроме создания новых рабочих мест Которые помогли бы удержать молодёжь Или стали точкой протяжения Для новых жителей города? Вы знаете Поскольку, опять же Время наше уже подходит к концу И ответ на вопрос располагает в краткости То я вам отвечу Скажем так По политологически грубо Рабочие места важны Но если вы хотите Чтобы люди оставались там, где они живут И приезжали Обещайте им долю во власти Обещайте им, что они смогут Вот именно здесь, а не в другом месте Что-то поменять Опять же, это звучит альтруистически Вы сможете изменить жизнь к лучшему Вот опять же Почему я упомянула свою родную политологию Сформулировать это можно Можно и иначе Обещайте им долю властного ресурса Вот уедете куда-нибудь Там вы будете Яндекс.Еде курьером работать А тут у нас Вы сможете Там, я не знаю Вот сейчас что-нибудь решим И там все улицы переименуем Или все таблички перевесим Или вот это вот сроем А на этом месте выстроим что-нибудь другое Вы здесь будете властью От этого люди не уезжают Даже если погода плохая Так что вот Опять же, я понимаю, что это не то чтобы Очень легко реализуемый рецепт Но поверьте Это одно из немногих средств Которые действительно работают Я к этому пыталась подвести Говоря о социальном статусе О том, что отъезд нивелирует Или по крайней мере очень сильно Снижает ваш социальный статус Но На людей это не действует соображением Потому что они не чувствуют Никакого социального статуса И никакого властного ресурса У себя по месту жительства Я и тут никто Только еще и денег нет Там я тоже буду никто Но хоть зарабатывать буду больше Как разрешить эту... Понятно как, да? Значит, да, тут у нас меньше денег Чем в Москве Но ты тут кто-то А дальше еще Будешь еще больше кто-то А еще тут, так сказать, покрутишься И люди тебя узнают Станешь депутатом местным А там еще, чем черт не шутит В мэр выберешься Вот, опять же Это притягивается Спасибо А партиципация Это шаг туда или нет? Вы слышали мой вопрос? Партиципация Это шаг в эту сторону? Да Партиципация Это шаг в эту сторону Это участие В принятии решений Это и есть Материя власти Смотрите Тут скажу то, что надо сказать Есть два типа участия Авторитарный и демократический Авторитарный тип участия Предполагает приглашение граждан К реализации решений Принятых кем-то Это тоже лучше, чем ничего Но это субботник Мы объявили субботник Приходите к нам на субботник Это один тип участия Еще раз повторю Это как бы хоть что-то Но Это не очень сильно работает Как уже убедилась советская власть Своими субботниками По сравнению с демократическим Типом участия Приглашением к разработке К принятию решения Давайте подумаем Как нам сделать А после этого Давайте это сделаем Партиципация Это ответ Вообще почти на все Политические вопросы Современности На вопрос Как вернуть утраченное доверие На вопрос Как снизить Классовую ненависть Между управляемыми И управляющими Как предотвратить Голосование За злобных популистов Как сделать протестную Энергию конструктивной Ответ один Приглашайте людей Участвовать Современный человек Не очень уже понимает Почему он должен Вообще слушаться Кого бы то ни было И кто вот эти Вот загадочные люди Которые там наверху Чего-то решают Потому что им виднее Какого Перепуга им виднее Что у них Три глаза у них Какие-то окуляры у них Особые Мы их всех видим Говорится условный Современный человек Я его в Твиттере читал Он намного глупее меня Может быть Это иллюзорное представление Но оно проникает в умы Поэтому Раньше легче было слушаться Потому что понятно Что там грамотные сидят Белые люди Так сказать Отмытые Сытые Одетые По-другому Они знают Как надо А мы уж не знаем Мы народ темный Сейчас Когда эти границы В общем размыты Когда все люди Выглядят более-менее одинаково И говорят Похожим образом И обладают Тем же объемом знаний То все труднее И труднее Вот эту святость Начальственного статуса Поддерживать Поэтому не надо ее поддерживать А надо Людям давать возможность Участвовать А больше всего Они хотят участвовать В принятии решений На местах А когда они в нем Попринимают участие То они оттуда уже Никуда не денутся Потому что Они, во-первых Себя будут ощущать иначе Во-вторых Ответственность за принятые решения Таким образом распределяется Ну и кроме того Они видят улучшения От такого не уедешь Это как от своего ребенка Уехать Который Вот он, конечно, растет Ты его только что читать научил Поэтому, да Участие Партиципация Это вообще рецепт Благополучного будущего До кого это не дойдет Тот будет иметь дело С бесконечными И довольно болезненными Социальными и политическими потрясениями Чего не хотелось бы Спасибо большое Полина, может ты завершишь А я скажу слово важное Как минимум два тезиса Которые вы сказали Явно точно повлияют На те концепции Которые делают 24 города У нас Вот Большое Спасибо вам за это А я хотела бы попросить Какие же два Я даже боюсь угадать А я хотела бы Вас все-таки попросить В конце Сказать действительно Пару советов Нашим Молодым людям Из 24 регионов Которые Строят Арт-резиденции Креативные пространства Креативные кластеры В своих городах Пытаясь Сконцентрировать Там Молодых Творческих людей Дать им возможности Просто Пару Пару Напутствий Ух ты батюшки Чувствуешь себя Каким-то Святым старцем Немедленно В этот момент Когда тебя Просят произнести Напутствие Значит Слушайте Если вы Делаете свое дело То вы знаете О нем больше Чем Кто-нибудь другой И вам Собственно Не надо Чтобы вам Посторонний человек Объяснял Какие вы молодцы И насколько С вами Жизнь становится Лучше В вашем родном городе Я Одно что хочу сказать Вы знаете Вселенная Ненасытна Никогда Не будет Такого момента Когда она вам скажет Ну все Молодец Ты поработал Теперь Теперь уже хватит Никогда не хватит Чем больше делаешь Тем больше Надо делать Вот это вот Безна потребностей Никогда Никогда Не насыщается Никогда Не закрывается Эта пропасть От этого возникает Довольно часто Такое безнадежное чувство Которое бывает У домохозяек Вот делал 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 А потом Глядишь к вечеру Опять все То же самое Надо делать Значит сначала Это опасно Потому что Это может приводить К Как это нынче называется Модным термином Профессиональное выгорание Для того Чтобы это не произошло Важно проделать Такую ментальную операцию Вспомните Как было До того Как вы начали заниматься Тем чем вы занимаетесь Вы знаете Опять же Как в рекламе Было Стало До И после Стало Лучше Вы сделали Лучше Эти изменения В общем Видны Без вас Тут было бы Хуже Чем с вами Вот на это Надо смотреть А не на то Потому что Мы все время В своем воображении Видим эту Несделанную работу Вот опять же Когда Особенно Когда Что-то свое Ты делаешь Смотришь на это И думаешь Вот тут бы еще Тут домазать Тут бы докрасить Вот это еще Тут убрать А здесь еще Там дырку Провертеть И в нее Что-нибудь вставить Полезное Мы видим Вот это Воображаемое Несделанное Но оглянитесь На уже Сделанное Если Если в этот момент Между прочим Вы обнаружите Что ничего не поменялось Что вы только нарисовали Много планов И красивых картинок Но при этом Ничего из этого Не отразилось В реальности Тогда имеет смысл Подумать Над своими Скажем так Рабочими стратегиями Помните Помните только Что изменения Это не только Материальные изменения То есть Не обязательно Что вы там Не знаю Опять же Построили город Или разрушили дворец Как Джим Из Алладина Социальные изменения Появление новых Социальных единиц Вот каких-то мест Где раньше никого не было А теперь там люди собираются Да Было пусто Стало не пусто Какая-то жизнь Появилась там Где ее раньше не было Это тоже достижение Это тоже разница Между тем Что было И тем Что стало Вообще Так сказать В самом общем виде Как отличить Развитие от деградации Развитие Это нарастание Разнообразия Деградация Это упрощение Это касается Всех процессов И социальных И политических Монополизация Упрощение Примитивизация Это варварство Это путь регресса Разнообразие Усложнение Диверсификация Демонополизация Это развитие Вот каждый из нас Так сказать Является Воином Либо в одной Так сказать Армии Либо в другой Либо вы Апостол разнообразия Либо вы Апостол примитивизации Вот я вас Как это Я вас всех призываю Все-таки Переходить на светлую сторону И по этому критерию Оценивать Свою Свою деятельность И ее успехи Вы сделали жизнь Более разной Вы сделали ее Ну опять же Сложнее Не ассоциируется Не ассоциируется С чем-то хорошим Но вы сделали ее Более разноцветной Или вы сделали ее Более примитивной Вы так сказать Зачистили то Что на вас росло Или вы вырастили Что-то на пустом месте Что-то было голое И пустое А стало Вот опять же Цветущее Булькающее Второе Лучше чем первое Спасибо вам большое Спасибо вам Я прошу прощения У публики За все эти технические Глупости Как это Не мы такие Жизнь такая Не мы такие Пандемия такая Когда это все Закончится Будем только Исключительно встречаться В оффлайне Сидеть на креслах Рядом друг с другом Выступать со сцены И здороваться за руку И вы нас простите Пожалуйста Спасибо Спасибо вам Хорошо Друзья Простите нас тоже Пожалуйста За технические Сложности Сегодня какой-то день Просто он Начался С технических Сложностей И он ими Закончился Зато Нам сообщали Что на трансляции Со звуком Все было прекрасно Поэтому Пришедшие сюда К сожалению Увидели Не самый лучший вариант Спасибо Что Не Закидали нас Помидорами Спасибо Спасибо Спасибо